МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реактивная мощь. Надёжность. Высокое качество. Аккумуляторный реактор. Новый реактивный характер. Спрашивайте у вашего дилера аккумуляторная компания. На улице Беломорская, 69А. Продолжаем. На телеканале эфир хроника происшествий. Женщина утонула сегодня днём в озере Кабан. По словам очевидцев, она сама прыгнула в воду с набережной и буквально утопила сама себя. Трагедия произошла на глазах десятков прогуливающихся вдоль озера людей. Но никто из них не осмелился броситься в ледяную воду на помощь женщине. Хотя, как говорят очевидцы, скорее всего, это было бы бесполезно. Как говорят очевидцы, женщина вышла на набережную со стороны улицы Шикбуддина-Марджани. Она спустилась на площадку, где нет высокого парапета и, немного постояв на краю, бросилась вниз. Я боковым зрением увидела, что тут упало, но я не ожидала даже, что человек прыгнул. И вот девушка стояла как раз справа. Я подошла у девушки спросить, что случилось. И она говорит, что там девушка упала. Я начала кричать эту девушку. Мне уже сказали, что она не услышится под водой. Оказавшись в воде, как рассказывают люди, женщина стала как будто специально топить сама себя. И меньше чем через минуту она перестала подавать признаки жизни. Чтобы достать тело погибшей из озера, потребовалась помощь спасателей МЧС. Тем временем на набережной очевидцы обсуждали случившееся. Ну вот мужчины говорили, что она уже где-то в речном порту, что ли, прыгала. Там ее, видимо, спасли. То, что она, мужчины говорили, что она сказала, что я все равно прыгну. Личность женщины пока не установлена. Ровно как и причины, толкнув же ее на столь отчаянный шаг. Автомобиль Деонексия загорелся сегодня ночью во дворе дома на улице Попова. Спустя некоторое время, поняв, что свою иномарку не спасти, хозяин начал помогать соседям оттаскивать машины, припаркованные вплотную. Лишь благодаря этому распространение пламени удалось избежать. Однако загоревшийся автомобиль оказался безнадежно поврежден. Версии о том, почему иномарка вдруг могла загореться посреди ночи, выслушал наш корреспондент. Именно из-за того, что не удалось добраться до моторного отсека, сбить пламя не было никакой возможности. Соседи, конечно, приносили все новые ведра с водой, но мужчина мог поливать лишь кузов. Очаг возгорания был недоступен. Капот, передняя панель, все, что есть там, все пострадало. Ну, само собой деформация металла, так что восстанавливать машины смысла нет. Потому что металл перегорает, он уже становится мягкий. С помощью лома пожарные выломали замки, которые удерживали капот, и специальной пеной сбили пламя. Хотя огонь не успел перекинуться в салон, но автомобиль теперь можно будет продать лишь на запчасти. Ну, все предохранители целые. Оно бывает, если что-то коротит, сперва предохранитель плавится, если корявый предохранитель, а потом уже горит все остальное. Версию о коротком замыкании мужчина исключает, ведь в Нексии не было установлено даже сигнализации, а проблемы с заводской электропроводкой в годовалой машине никогда не возникали. Не враги, скорее всего, просто из-за места, борта маленький бывает такое. Может, не специально что-то, или что-то тут, не знаю, просто тут говорят, то, что сперва вспышка была, как взрыв, а потом уже когда вышли, под капотом что-то горело. В этот дом мужчина вместе с супругой переехал около полугода назад. Поначалу с соседями возникали споры по поводу парковочных мест. Поэтому, чтобы избежать конфликтов, хозяин Нексии начал ставить машину подальше, вдоль проезжей части. Но в этот вечер припарковал во дворе, прямо под окнами. Случаи уже были то, что машину убили, и сверху этот камень бросали. Бывало такое. Подтвердится ли версия о поджоге, дознаватели смогут сказать лишь после ряда экспертиз. В любом случае, возмещать ущерб теперь должна страховая компания, ведь у автовладельца на руках полис автокаска. На улице Ахтямова столкнулись автомобиль «Лада Ларгус» и «Хендес Саната». По словам хозяина отечественной машины, в этот вечер он за руль посадил свою жену с минимальным стажем вождения. Женщина не заметила большую яму на проезжей части. В результате «Лада» правой стороной угодила в углубление и пробила два колеса. Автоледи в испуге даже забыла нажать на педаль тормоза, поэтому неуправляемая «Лада» еще и вылетела на встречную полосу прямо в лоб иномарки. К счастью, скорость у машин была небольшой, поэтому в результате ДТП автомобили получили незначительные повреждения. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. 5 миллионов рублей за 10 секунд. С такой фантастической скоростью порой орудуют так называемые «барсеточники». Это автоворы. В МВД Татарстана сильно обеспокоены тем фактом, что в последнее время преступные группы, промышляющие этим ремеслом, серьезно активизировались. В случае, который произошел на минувшей неделе, из салона «Лендровера» похитили 5 миллионов. Водитель просто оставил, видимо, для него не такие большие деньги в сумке на заднем сидении. Во многом, говорят полицейские, именно подобное легкомыслие провоцирует злоумышленников на кражу. В благополучном Татарстане автокражи процветают. Автоворы, как случайные, так и профессионалы, легко находят себе добычу. Приемы не на «вы» и давно отработаны. Поэтому и сводки МВД все время пополняются новыми фактами. Только за 9 месяцев текущего года в Татарстане произошло более 2,5 тысяч краж из автомобилей. Лидерами являются такие города, как Казань, Набережная Челны и Нижнекамск. Не оставляйте в машине ценные вещи. Всегда блокируйте двери своего автомобиля. Увы, теперь и сигнализации практически бесполезны. Машину можно открыть несколькими способами. При этом самый варварский, самый же распространенный. Почуяв наживу, преступник не будет жалеть чужой автомобиль. Ущерб может достигать до нескольких миллионов рублей, в зависимости от того, какие ценности находились в машине. Специализированные группы обычно наблюдают за своими жертвами. Если, допустим, совершаются какие-то сделки с недвижимостью, землей, в банке, в любой другой сфере, где возможно обналичивание или другое появление денежных средств, преступники наблюдают за своими жертвами. И как только человек покидает машину, неважно, сходил ли он в магазин или в аптеку, совершается преступление. При этом охрана сигнализации их не останавливает. Есть факты, свидетельствующие о том, что разбиваются просто стекла. Способ не стать жертвой автовора только один, зато простой и надежный. Покидая автомобиль, все ценное надо забрать с собой, а не надеяться на тонировку или бардачок. Только так можно быть уверенным, что на содержимое салона никто не покусится. Сегодня утром на перекрестке улиц Мусина и Чуйкова столкнулись с «Жигулей 7-й модели» и автомобиль «Тойота». Как только после столкновения водители отошли от шока, сразу стали обвинять в происшедшем друг друга. Между тем, местные жители утверждают, что ситуация, при которой произошла авария, довольно типичная. И во всем виноват неоптимальный алгоритм работы светофора на этом перекрестке. У нас молодежь, как сами знаете, летает. Красный, не красный, без разницы. Именно сигнал светофора и стал главной причиной разногласий между водителями. Оба автомобиля ехали навстречу друг другу. Водитель «Жигулей» утверждает, что для него горел зеленый. Соответственно, женщина на иномарке, которая пыталась повернуть перед ним, должна была уступить дорогу. Я остановился. Видите, у меня как в машине сейчас. Вот следы вот так. Она прямо передо мной. Я на тормоз нажал. Она еще дальше поехала. Вот, смотрите, даже на тормоз не нажала. Уступает в том случае, когда сгорит зеленый светофор, а не красный. На красный никто не должен уступать, правильно? Водитель «Жигулей» ехал с работы после ночной смены домой. Молодой человек говорит, что никуда не торопился. Тем не менее, очевидцы утверждают, что шофер должен был остановиться перед перекрестком. Он летел на красный, как ненормально прямо летел. И вот нас вот тут как Бог дал. Ладно, я впереди сидела, и мне тоже бы, наверное, все было. Вот, ну, видите, сами какое состояние. Вон как сильно машина. Потому что он сильно летел на красный. Прямо как, куда, не знаю, торопился. Ну, может, тоже на работу. А я вот водиться ехала с ребенком. По словам местных жителей, аварии на этом перекрестке происходят почти каждый день. Ведь поток автомобилей здесь большой, а временной интервал между сигналами светофора короткий. Вот многие водители и пытаются поскорее проскочить, пренебрегая своей безопасностью. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни. Для того, чтобы с вами такого не случилось. Эфир продолжит тема. Алексей Кулешов и его гости. Добрый вечер, Алексей, пожалуйста. Добрый вечер, здравствуйте. Татьяна Дубровина и трое ее маленьких сыновей просят о помощи. Они остались без жилья, ведь скоро зима. Подробности этой истории прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин